Продолжение следует... 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 To rozmyślanie ofiarujemy również ku czci Najświętszej Maryi Panny, Matki Bolesnej oraz ku uczczeniu świętych Pańskich, którzy wyróżniali się nabożeństwem ku męce Chrystusowej. W drugiej części rozmyślania męki Pańskiej będziemy rozważali, co Pan Jezus wycierpiał od niesłusznego przed sądem oskarżenia, aż do okrutnego cierniemu koronowania. Te zaś rany, zniewagi i zelżywości temu już Jezusowi cierpiącemu ofiarujemy, prosząc Go o pomyślność dla Ojczyzny naszej, o pokój i zgodę dla wszystkich narodów, a dla siebie o odpuszczenie grzechów, oddalenie klęsk i nieszczęść doczesnych, a szczególnie zarazy z głodu, ognia i wojny. Muzyka 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 Субтитры создавал DimaTorzok 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 который по хвили станочным, но спокойным голосом ответил, что если этого не сделаете, никогда не понимаете миности выраженной на крыжу взглядом каждого из вас и факту, что Jezus видел вас в хвили своей смерти, когда отдал своего духа в руках своего Ojца. Видел каждого и каждого из вас. Видел также меня. Горзкие жалы для меня это пасия. Пасия, которую не могу запомнить. Когда говорю пасия, я могу на мысли образ незвыкный, который создал Мел Гибсон. Не могу запомнить этого фильма. Не могу память моего захования, моей реакции на этот образ и реакции видовни, которая стрельне выполняла кино решевские. Пробоваем играть твардзела. Пробоваем как-то повстремить себя перед льзами. Но когда услышал и увидел на свои очки этот образ, трудно было заховать себя, хотелось бы сказать, по-мэцку. когда этот образ был представлен ойцу святому, Janowi Павлову II, в аули ватъканске, по законченной проекции мајцер, в дастся predeцем, он так речевише было. Мои дорогие, чудо в общем-то произошло, что этот образ произошел. Я хотел бы сказать, что все сцены, которые были в этом образе, были вырежиссированы очень аккуратно, очень скрупулатно и очень скрzęтно. Так не было. И поэтому этот образ есть независимый, потому что он назначен людским сердцем. Все, которые были в производстве этого образа, которые были в том, что они были запрошены в тракте крючения этого фильма до проживания сегодняшней Евхаристии и быти в состоянии ласки ущвякающей. Мови о том оттворца Роли Пана Езуса, Джим Кавезел. Америкинский актор, который wcześniej заслыйнул из роли храба Монтехристо. Это не случайно, что Мел Гибсон звонил właśnie до него с пропозицией, что не заграłby роли Роли Езуса, потому что его скруты от имени и названия в том, что Мел Гибсон, что он был в тракте крючения этого фильма. Мел Гибсон, который был в тракте крючения сцен с Голготы. Там произошли вещи невыобразимые, так по-людски. Как потом сам оповиада, засмаковал честки церпения Езуса на крыжу, на tyle, на ile сам хотел этой честки засмаковать. Бук даў ему возможность выбору. Одного раза coś się недобрего staло с его сердцем. Роли был лекарь на план фильмовый, збадал то сердце, сделал EKG и сказал до него, что можешь не прожить следующих сцен этого фильма. Мас страшно ослабленное сердце. Роли был также о том Гибсонове, режиссерове этого образа, который zwróцићся до Джима. Джим, это твоё жизнь, оно есть в твоих руках. Девятый, хочешь играть дальше в этом фильме, чи не? Джим поставил всё на одну шалю. Как згинѕ на этом плане, то маѕ надзиѕ, что поцякнѕ за собу много душ. Бођа вола, нех си дзиј. Кида јссо в конце были уже на этой Голготе, сталася речне бала. В половине дороги, проводящей на место Чашки, было очень тяжело говорить им Кавьезл. Услышал голос в środке «Мам тебя, уже тебя не выпущу». Досконально задавал себе справа, чем и кем есть этот голос. Когда в конце дошли на место Чашки, появились ни стон, ни з овот, в кем бьются, бурзовые хмуры, где нигде далось слышать выладование атмосферное. В pewnем моменте несамовита ясность, несамовите выладование появилось в обрэбе дзима Кавьезла. Застал рожоним пронем, выладованием атмосферным. Понимаете, что это есть? И не был права там прожить, этого выладования. Зам много случаев, в которых люди не выходили. Если уже, то там. Есть такая пани, Gloria Polо. Время разу шла со своим систрынцем до publicной библиотеки. Она с томатологом. Это тоже был молодой лекарь, хорошо заповидающийся дентыста. Мели при себе парасол. В тракте дороги до библиотеки. Встречали на этот парасол вязки выладования атмосферного. Спалило обои на месте. На месте. Тен младенец тратил жизнь, а она не мяла права жить. Сауся по-просто чуд. Сауся по-просто чудо. В этом образе Гипсона, когда смотрелся, мои дороги, в этом кино, на этот образ, не могла бы себя опрыть вражению, что это я. Сауся по-просто, который раздьера ту живую тканку, чувую, деликатную тканку с пирси Пана Езуса. Сауся по-просто, что это не нарядия мэнки, только что это мои грехи. Нагля-то где-то до меня дотарло. И мимо уже килкудзесяти лет, плакаем, как малое детство в кино. Сауся по-просто чудо. Не позволием себе уже нигде больше обејреть другий раз этого фильму, что-то не преминаю. Люди не вытримывали. Часто каретки приезжали под кино, чтобы реанимовать, забирать, зважно старше, более вражливое, о слабом сердце, особы. Так. Так было. В этом фильме «Пасня», до которого навязываю, и может это не кто-лик дживић, появилась маа сценка, мај эпизод, в котором заграј Мел Гибсон, режиссер этого фильму, и незвыклый актор, о чем досконале wszyscy wieми. Мовися, что Мел Гибсон есть антысемитом. В тракте проекции этого фильму хотелось сделать выwiad именно на тему его антисемитизму. Але он там сделал что-то, что повинно уцислить wielu Жидов. Что такого? В этом фильме есть показана его рэнка, которая берет до своей длони млоток, а до другой гвођдзи и припија Езуса до крыжа. То есть его роля, то есть его зразумение, чем есть мэнка, чем была мэнка и чем была смерть Езуса. То есть моя вина, то есть мой грех, то есть моя здрада, то есть моё запарствие то я запроводзијем моего облубијца на крыж и я его на этом крыжу прибијем и прибијем неустаннє. То преждевно, мои дороги, что когда Пан Езус умирал в страшных мэнках, которые трвали, как нехтожи говорят, три годины, первыми особами, которые дошјдчыли ласки наврёценя, то были оправцы. Слышелище о том? То были оправцы. То были римсцы жојнерзе. То был сетник Абенадер, который мяј сту жојнерзе под собом. Был арабем низкаго взросу, нецу привадцем. Барде интересовал себя правем мојзешојым. Выходиј з заођајня, так як фарзеусе и садуцеусе говорили, что только жидци бэндам збавјени. Хчајј быть јдним з них, але вiedzял, что ест то негоможниве. Учестничыјј в Дродзе крыжове Пана Езуса. Слышај о Ним њсшејјј. Не мяј могло бы его в какой-то способ разить в особе Ежеса. Слышал, бовем, много доброго на тему цели с Nazаретом. Очень вникливо ему себя приглядело в тракте дороги на место часки. Пробовал отганять тум, который наперал на Ежеса. Мы, какие были реакции этого тума. Очень скрайные, от плечащих нивес до особы, которые плули ему в твари, сходили себе с него. Быть может, ни один из них ручил камень в сторону Пана Ежеса. Когда Пан Ежес умирал, Тен Сетник, Абенадер, упадал на колана и выповедал несамовите слова. Человек, который zobaczyл Ежеса по раз первым тварцем в твари, выповедал в фили смерти Ежеса. Умарл справедливый Сен Божий. Преказал власть и рожады над соткой жојнерзи, младшему, 25-летнему Касюшови, который был доводцем 10-собового отдела. Касюшев, который был под рождами Пиуата, который хотелось бы узнать о всем, что происходит в Иерусалиме. Тен Касюш, то есть жојнерзь, который в хвили пробы Пиотра запьера себя Пана Ежеса и пыта себя этого Пиотра, «Чы ты естесь одним из его ученив?» Слышны ответы Пиотра, который говорит, «Не знаю, о кем говоришь, не знам этого человека, не знам его ученив». Потом Тен Касюш, когда сидит на кону, бежа ланце и вбија ёо в бок Пана Ежеса, пресшиваясь на вскрој сердце. Кида вычаја ту ланце, з боку Христуса выплываюца, кровь и вода утерза в его тваж. То му чајо быть невыобразалне. Стаја се речја рњнеш невыобразална. Касюш спада з того коня на колана. И, мое дроце, зачына пћаћ, жаћоваћ за то, чего се допујциј воџ так незвыкћећењејка. И, мое, јата, оно weilя е тваж querј в тјочки з Назарету. Н�� ст Ноја ё possјина. И в којцу добрый господ O имениј disclosureја, � degree кјо ќећеј, который не ёо права достџ �еј, ёо кјоње ёо крај паћењејо же ёоњском пађећећењејокеѕећењет lanе ёоћеѓењењећењењењењеј, которая вместе со своим dzieцем врага с Йерозолимой до Яфы. Это был напад рабонковый. Дизма не был безпосредним справцем морду этой kobiety, только его компан. Было злодием, труднился злодиевством. Ни одной особе приспорил много терпения, много боли, задаваясь много крыльев. Но там на крыжу, когда его спорение скрежалася за спорением Пана Езуса, доконалася в нем несамовита перемена. Когда слышал, как его компан выставил Пана Езуса на пробу, что это правда, что ты естесь Месиашем, Сынем Божим? Если так, то уволнись себе и нас с этого крыжа. Звракайся до него в покоре. Ты себя даже Бога не боишься. Мы, слушно, bowем, поносимы каре, но он за что умирал. И додает, ну то мусяло быть несамовитое. Пане, Пане, прошу тебя, вспомни на меня в доме своего ойца. То мури престэпца, то мури рецидыва. Пане, вспомни на меня в доме своего ойца. И что слышишь в ответ? Пане, что слышишь в рае? Пане, что слышишь в рае? Пане, Не будет слышь, не будет терпения. Сыщице, что это страшное терпение. Глы бы самобойцы, которые отбирают себе жизнь, въедели, что их чекает в честь, под одним ворунком, что там себя достанут, то, как бы имели возможность отверстия ситуации и отверстия на землю, то просили бы понуть Пана Бога, чтобы им труднейший, тяжелый крыж, который они могут уничтожить люди на земле, чтобы только одного дня не быть в честь. Одного дня. И этот уход услышал, что он честься не не дошли. Пойде просто до неба. Велкий пост есть часом, мои дороги, повроту до Дома Ојца. Так, буду говорить о том повроте до Дома Ојца в контексте również незвыклего человека имени Кристофа, но это в ине дни. Как это очень важно, свидетельствует о том, что один впис на портале интернетом pewного студента Политехники Решцовской, который когда-то поделил себя своя tragedяю, особистой tragedя, которую он прожил. Когда-то брал удал в выпадку самохотовом. По какой-то импрезе, или даже дискотеце, всядл до самохота, в котором, младзенец, по спожичиу алкохолу. Не могло что-то что-то нигде, но то нигде, не всядешь до самохота, за которого будет человек, который есть по спожичиу алкохолу. Прошу тебе, обецай мне то. Она ему обецала, но слова не отрежала. Подобно как он, по каким-то там часу пошла на дискотеку со своими коллегами. Была póзна пора, треба было как-то до дома вероцить. Не было иного środка локомоцьи, как знакомый, который приехал на ту дискотеку właśnie своим самохотем. В какой-то способ там упхали. Неважно, что wcześniej споржил алкохол. Та девчина уже не доехала до дома разом с иными участниками этой подруги. И вы знаете, что этот студент написал? Незвыкле здание. Хчаłbym, чтобы оно нам zostaло до конца życia в серце. Муви себя, mówi себя, что мудрость приходит вместе с векем. Как шкода, что часто есть веку оттруны. мудрость. Мудрость. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Amen Субтитры создавал DimaTorzok 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 DiciaTorzok DimaTorzok 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 Субтитры создавал 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 DimaTorzok DimaTorzok